Всем привет! В руках у меня стали неисправный струйный принтер Epson Stilus T27 с намертво засохшей печатающей головкой и, возможно, механическими проблемами. Шум от него ужасный, и вместо того, чтобы выбросить его на помойку, я на ваших глазах разберу его до последнего болтика, и мы посмотрим, какие из его деталей могут представлять ценность. На мой взгляд, это разумная утилизация старой неисправной техники. Принтер включается, но при попытке печати выдается сообщение о замене картриджей. Этот принтер я купил на рынке за символические 100 рублей, и поначалу думал попытаться прочистить печатающую головку и отремонтировать его, но для этого пришлось бы покупать недешевые картриджи, они тут с чипами. В итоге я мог потратить деньги лишь на то, чтобы убедиться, что печатающая головка полностью неисправна, ведь принтеру уже около 10 лет. На сайте одного магазина, в разделе Уценка, я увидел комплект перевода на систему непрерывной подачи чернил. Именно для этого принтера всего за 50 рублей, причем с самосбрасывающимися чипами. Но придя в магазин, я увидел, что в описании была ошибка и комплект для модели Т-30, а не Т-27. Но за 50 рублей я все же решил его взять, надеялся, может хотя бы чипы попробую вытащить и заменить, но к сожалению они оказались полностью несовместимы. Я забил на восстановление этого принтера, да и к тому же у меня есть уже неплохой струйник. Короче, разбираем его без всякого сожаления. И я вижу на задней части корпуса лишь два болта. Начнем с них. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...